История батлейки в Беларуси уходит своими корнями в 16 век. В эти сложные времена от печали и тоски спасали батлеечные театры. Наши предки умели не только работать, но и хотели отдыхать. Как часть народного творчества, этот вид искусства сейчас переживает настоящее возрождение в форме национального детского и рождественского театров. Свою брестскую батлейку развивают и в городе над Бугом. Батлеечных театров детских их очень мало в целом, в области и даже в целом по республике. И поэтому это направление работы новое. И, конечно, те коллективы, которые пробуют сегодня себя на этой сцене, они очень много делают с точки зрения развития именно духовной культуры нашего народа. Девять учреждений образования Бреста представили на фестиваль свои батлеечные театры. В гимназии номер 6 это направление развивается уже 15 лет. Ребята сами выбирают репертуар, создают кукол, играют одну или несколько ролей в постановке. Впервые я начал участвовать вообще в этом батлеечном театре приблизительно три года назад, когда мой педагог Галина Владимировна Ныч предложила мне. Мне очень понравилась эта идея, так как я сразу знал, что свое будущее я собираюсь связать с актерской профессией. И своего рода такие фестивали и выступления для меня это в первую очередь опыт, бесценный опыт. Это знакомство с новыми людьми. Калядные рождественские истории – основа репертуара батлеечных театров. Они учат добру и милосердию, расширяют кругозор детей, помогают становиться им настоящими людьми и истинными патриотами. Я вельми удячно своим вучням за верность родному слову, за верность батлейца, за то, что и они не страчивают эту тягу до текавности, текавица истории, культуры нашего края. Вместе с тем в рамках фестивальной программы прошло награждение победителей и призеров городской выставки конкурса художественного текстиля «Древо життя». Всего на конкурс поступило 142 творческие работы. Дипломы вручены лучшим авторам в шести номинациях. Поддержку как финансовую, так и информационную фестивалю оказывают общественные организации. Из московского района участвуют шесть школ. В прошлом году было четыре школы, поэтому мы видим, что этот фестиваль ширится. Все больше участников принимает участие в этом фестивале. Ну а самое главное, что наши дети узнают белорусскую культуру, традиции. А Белая Русь, понятно, в самом названии, да, мы должны знать нашу историю, культуру и поддерживать такие мероприятия.